В Москве завершается четвёртая волна сноса самостроя. Спецтехника работала с самого утра. К этому часу демонтировано уже семь незаконных построек, владельцы которых отказались от добровольного демонтажа. Таким образом, в столице почти не осталось так называемых опасных зданий. О том, что именно исчезло с карты города и что появится на месте прежних конструкций, репортаж Александра Карпова. Четвёртая волна сноса смыла с улиц Москвы десятки объектов, среди которых не только уличные ларьки, но и внушительные торговые центры. Ковш экскаватора крушит торговые ряды, названные по иронии судьбы «Девятый вал». В центральном округе столицы на этот раз сносу подлежит всего один объект. Зато какой? Торговый центр «Девятый вал» не менее легендарный, чем уже снесённые шалманы у чистых прудов. Торговые павильоны площадью 2600 квадратных метров простояли за белорусским вокзалом более 25 лет. Жители окрестных домов вздохнули с облегчением. Устали от грязи и криминала, царивших вокруг разраставшегося, как коралловый риф стихийного торжища. 90-е лихие, какие-то распродажи шуб, таможенный конфискат. Понятно, что это был нелегальный отчасти бизнес. Ощущение, что ты находишься не в Москве, а в каком-то самом периферийном городе России. И вот сейчас, когда его сносят, вы видите, какая панорама открывается. Историческая застройка конца 19-го, начала 20-го века. Самые крупные объекты, попавшие в список четвёртой волны сноса самостроя, это центр обуви возле метро «Водный стадион», торговый центр «Тук-Тук» на Ореховом бульваре, торговые ряды на Грузинском валу и стройцентр в Духовском переулке. Всего в списке 54 незаконных объекта. 12 из них находятся в технической зоне метрополитена, 30 на инженерных коммуникациях и системах газоснабжения, ещё 12 на территории общего пользования. Этим утром пал под натиском тяжёлой техники и мини-рынок на улице Егора Абакумова. Тут тоже всё начиналось в 90-х, с временных прилавков прямо посреди бульвара. Указанные объекты возведены на линиях газоснабжения. Владелец указанных павильонов не выразил согласия на добровольный бонтаж. Префектура демонтирует указанные объекты принудительно. Владельцу палаток на улице Абакумова, как и всем хозяевам незаконных построек, в середине декабря дали два месяца на раздумья. Если бы он сам снёс самострой, получил бы компенсацию в 55 тысяч рублей за квадратный метр. Если бы обратился за техникой в префектуру, 51 тысячу за метр. Теперь же останется и без торговых точек, и без компенсации. Планируется посредством опроса жителей через активный гражданин определиться с дальнейшей судьбой данной территории, что мы здесь сделаем. Или будет просто пешеходная зона, или оборудуем определенную зону отдыха. 42 из 54 объектов владельцы согласились снести добровольно. Ещё 12 приговорены к принудительному сносу. Семь уже разобрали. Территория, освобождённая от строительного мусора, благоустроят уже весной. Александр Карпов, Владимир Стариков, Александр Кучеровский, Ксения Узунова. Вести.